А вы знаете, что может помешать прорезывание постоянного зуба? Я вам сейчас расскажу историю нашего пациента Саши. Сашу нам направили из другой клиники. На момент обращения к врачу-ортодонту Саше 8 лет, родители беспокоят то, что постоянные зубы никак не могут прорезаться, хотя уже должны быть. Провели компьютерную томографию, которая нам показывает, что действительно постоянные зубы находятся, те, которые должны прорезаться в челюсти, в кости, но им мешают два сверхкомплектных зуба. Раз, два. С родителями мы приняли решение удаления, провести этих зубов в наркозе. Так выглядит наша исходная ситуация. Провели разрез десны, отслоили десневой лоскут, сделали два окошка костных, там, где предполагается расположение сверхкомплектных зубов, их удалили, и вот они у нас, как жемчужинки. Саша с родителем пришли на осмотр спустя 5 дней. Здесь мы видим, что десна у нас полноценно зажила уже, и даже видим прорезывание бокового резца, но пока мы ждем центральных резцов. Дальше Саша будет наблюдаться у врача-ортодонта. Мы будем ждать спонтанного прорезывания центральных резцов, но если они не прорежутся, то Саша будет ждать второй этап ортодонтического и хирургического лечения. Мы будем их вытягивать.